Да, несколько, меньше 10 лет назад здесь, в этом зале, мы впервые о ней заговорили, говорили с вами, и мы видим результаты, много результатов, как обожденная Пальмира, и теперь готовый проект реставрации Триумфальной арки. Я очень надеюсь, что она скоро начнется, у меня есть к вам отдельное письмо по этому поводу, но здесь еще и более общая вещь. Вот этот потрясающий проект, который признали даже в ЮНЕСКО, он построен на двух вещах, на опыте спасательной археологии нашей, советской, российской, и на искусственном интеллекте, который мы тут много обсуждали, без него нельзя было бы построить этот проект. Так, вопрос такой, готовы ли мы, потому что это требует большой поддержки государств там и тут, распространить этот опыт на другие, может быть, территории Ближнего Востока, где это тоже востребовано. Это и Ирак, это и Палестина, и Израиль, и нам кругом все нуждаются памятники в защите. Вот мы можем это продолжать дальше или пока так? Во-первых, хочу поблагодарить вас, ученого с мировым именем и всех ваших коллег за то, что вы в свое время по просьбе правительства России взялись за Пальмиру и поехали туда, изучали на месте. Мне кажется, что наши ученые, наши музейщики действовали абсолютно по зову сердца, бесстрашно, и это заслуживает горячих аплодисментов зала. Спасибо большое. Я просто напомню, кто знает, кто-то нет, команда собралась и поехала в Пальмиру, в Сирию, там еще боевые действия шли. Они выехали, а там на этом месте просто стрельба началась. Так, чтобы было понятно, люди фактически жизнью рисковали. Для того, чтобы все-таки продвигать… Да, кстати, по-моему, там макет вы сделали и в Сирии передали, да? Да. Да-да-да. Большой… Да-да-да. Ну, я повторюсь сейчас, что Михаил Борисович сказал. Создан большой, хороший макет, современный, компьютерный, передан в Сирию. Но, конечно, нужно начать такую большую работу, и мы, конечно, будем это поддерживать. Мы это сделаем, будем работать. Первое. Второе, что касается других горячих зон, ну, конечно, нужно, чтобы были созданы условия для этой работы. Если говорить о Палестине, то о секторе газа, ну, конечно, какие-то еще там работы. Я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, у каждого свое мнение, но там ужасные вещи происходят. Сейчас уверен, условий для того, чтобы там работать, нет никаких. Вот, вот в Ираке, наверное, в отдельных регионах можно работать. Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас наверняка поддержат. Спасибо большое. Спасибо.